Какие зрители, у меня шикарное настроение, хорошо спали, хотя у меня муж в такой панике, я просто удивилась очень, какой он паникер. До трех часов мы не спали с ним, а потом я сказала, так, давай, хватит. Он говорит, у него фобия началась, его все время постоянно паникер. Сейчас я идю с девочками навстречу, будем сегодня тоже рисовать. Так что вот, погода замечательная. Я тоже взяла с собой куртку на всякий пожарный, не знаю, зачем тащу ее. Погода такая хорошая, но может быть там на берегу будет ветерок. Так что всем всего самого прекрасного. Некоторые продолжают спать в палатках. Друзья мои, как это страшно, страшно для людей. Ведь все-таки, да, смотрите, сколько их. Там тоже были ночью, видно, они уже разошлись. Мы когда вечером шли, а вот, друзья мои, вот такая ситуация. Видите, спят люди. В таких палаточках. Ну, а я сказала всем своим страхам, нет, стоп, дур. Я, потому что, ну, вот смотрите, иду, квакаю. А здесь, видно, построили дом в последнее время. И он закрыт, ему здесь люди живут. А, ну, трусы, муси, вяжем панталоны. Норма. Поместили людей сюда. Ну, а я со своим мужем работаю активно, потому что у него такой страх панический вечером. Вы не представляете, куда не посмотришь эти новости, эти прогнозы, что у нас будет еще 7,5. Где-то землетрясения. Вчера посмотрела, что Мерсин относится к риску номер 3. Раньше не было, а сейчас риску номер 3 по землетрясениям. Впереди нас ждет очень много землетрясений. Они и каждый день продолжаются. Как устали мы, господи, как устали. И вот наши красивые рисуночки. Девочек, шедевры, художницы мои, лапули мои. Какие красивые рисунки. Это нейрографика. А это Мерсин. Дневное время. Набережная пустая. Вечером здесь все переполнено. И стоят даже вечером палатки. А днем люди возвращаются в свои дома. Море сегодня замечательное. Такой штиль. Аж искупаться хочется, да? Так спокойно здесь на набережной. Мы порисовали с девочками. Идем на релаксе, на расслабонье. Кто-то и бегает. Желаю вам самого-самого-самого-самого спокойного дня, спокойной жизни. Всего самого хорошего, мои дорогие зрители. Сегодня мы Мавишу решили устроить такой душ. Мой муж соорудил сам. Но он какой-то странный у нас. Смотрите, тепленькая водичка. Скоро закончится. А он никак. Видите? Эту красавицу, думаю, туда засуну. Может, он за ней залезет. Но он уже туда вошел. И вылетел срезка. Это же трусишка у нас такой. Аж им что только не ищет в интернете. Вот. Не придумает. Конечно, это хорошо было бы сделать на балконе, на солнышке. Но вы сами понимаете, Мавиш – это птичка, которая улетит. Вот сейчас смотрит. Иди, Мавиш, купайся. Давай, давай. Просто вот впервые я хочу вместе с вами это все запечатлеть себе на память, как наш Мавиш впервые начнет купаться. Мавишок, иди туда. Иди, мой зайчик. Иди посмотри, посмотри, какая прелесть. Иди. Ну, вот так вот. Пока никак. Что я могу вам сказать? Это дитё не искупалось. Его надо сейчас насильно. Да, своим хвостом. А ну, спускайся с телефона. Давай, слетай, слетай, слетай. Давай, давай. Кыш, 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 кыш. Нехороший Мавиш. Нехороший Мавиш. Вот так вот я сижу. С ним дел полно. Сейчас открываю для вас новое видео. Очень интересный контент, я думаю. Очень. Так что, и кто не посмотрел, посмотрите. Кстати, скоро оно загрузится. Так мы включаем рекламу на нём. Вот так вот. И всё. Хочу продолжить тему рецепта выздоровления, повышения иммунитета от всех болячек. И показать вам, смотрите, мои дорогие. Вот так выглядят тыквенные очищенные семечки. 300 грамм. Вчера мой муж, или позавчера, принёс. Вчера. А так выглядят какашки пчелиные. Вот, смотрите. Я как-то не подумала вам показать заранее. Когда рассказывала про рецепты. Вот, смотрите. Какашки. Как камень. И его нужно или в такой сильный блендер, или на тёрке. А я помню, и руками натирала. Ну, вот так вот он выглядит. Вот. Это моё драгоценность. Наверное, стоит 5000 лир или 6. Клад мой, клад. Я забыла про который во время зенитресения. А вот сода постоянно у меня на виду. Пачечка открытая. Так, сейчас её закрою. И всё. Какашки есть. Вот, кофе сварила, и муж пришёл. Семечки есть, какашки есть. Буду пить кофе. Мы идём с мужем в ресторан. Друзья решили собраться его с жёнами. И снять стресс, потому что действительно столько пережили. Всего не встречались давно. Вот звонят уже. Так что иду я в ресторан без музыки. Просто покушать, чуть-чуть выпить и пообщаться. Всего вам хорошего. Мавиша мы выпустили. Включили ему свет. Так что всё в порядке. Ставили свет. Всё здесь. Оставили мавишонку нашему. Он что-то сидит там. Что-то сидит там. Мавиш! Мавишочек! Мавишуночек! Сейчас я вот эту его выпущу. Уберу. И он сразу выйдет. Смотрите. Видите? Смотрите. Иди! Иди, мои сокровища! Мой мальчик! Мы уходим, а ты тут кайфуй со своей девочкой. Давай! Опа! Всё. Пошли мы. Приятного нам времяпрепровождения. Так что вот, идём мы. Чуть-чуть расслабимся. Очень много было стресса за последнее время. Идём радоваться жизни. Принимать то, что есть сегодня. Вот мавишонок у нас играет там. Пошли мы, друзья. Пошли мы, друзья. Пошли мы, друзья. Пошли мы, друзья. У меня в видео спрашивали, сколько я беру соды. Вот давайте сейчас я вам покажу. Лучше, чем буду говорить и объяснять. Турецкая чайная ложка. Вы видите? Я сама сейчас. Вот как мне Эльза сделала. Вот. Видите? Совсем буквально чуть-чуть. Вот посмотрите. Видите? Без горки, без ничего. Чуть-чуть. Вот именно, что чуть-чуть надо, не такое огромное количество. Чайник у меня сейчас закипел. В принципе, кипяченая вода не нужна. Я заливаю полстакана, смотрите. Мавиш с ума сходит. Почему так мавиш? Вот я сейчас сразу ее сильно перемешиваю. Потом добавляю полотный. Она у меня, знаете, какая сейчас? Как такой остывший чай не сильный. Сейчас сяду и, сидя, это выпью. Именно нужно сидя, она так сказала. И медленно. Вот. Понятно, да? Видите? То есть чувствуется сода. Чуть-чуть абсолютно. Кстати, у нас здесь в доме. Всем доброе утро. У нас в доме стали продавать. Продавать квартиры. Такая информация, что люди бегут. Вчера мы были с друзьями. Сейчас сяду с вами, поболтаю. Выпью свою водичку. Она теплая, приятная. Знаете, сода чуть-чуть чувствуется. Но в этом весь кайф. Каждый день. Слушайте, как чистят желудок, кишечник. Я вообще не принимаю никакие лекарства. Вычищает все. И у вас будет, ну, наверное, сколько? Как Лиза уехала? Две недели? Каждый день я пью. Каждое утро. Что я хотела вам сказать. Вот мы сидели вчера с друзьями. И они тоже очень сильно перепугались. Кто-то из них встретил землетрясение ночью дома. А на второй день в лифте. И после этого они собрались и уехали в горы. Такой страх пережить в лифте. Так хорошо, так спокойно. Но надо ехать. Потому что, боже мой, паника. Он, в принципе, целый день же на улице. И как приходит, начинает шатать. Вот сейчас шатает. Сейчас шатает. Я не хочу, чтобы ему стало плохо. Поэтому сейчас мы позавтракаем, соберемся и поедем. Так что буду вам вещать оттуда. Там все-таки двухэтажный дом. Все-таки, да. Хотя там старый район. Не знаю, дома на доме. Ну, посмотрим, да. Вместе все-таки как-то не страшнее, да. В компании. Будем паниковать. Если меня не добьют, они все своим страхом. А может быть, родители более такие спокойные. Ну, смотрите, птички чирикают. Птички всегда слушают. Будет что-то или нет. Да, норвежский этот ученый что-то, что-то предсказал. Друзья, я выпила, видите, стакан и пошла. Это покажу вам моих соседей. Да, норвежский ученый что-то предсказал. Ну, что-то оно сбылось. Но СМИ российские не верят этому. Потому что это может быть только совпадение. Ведь, если так подумать, друзья, такое страшное землетрясение и столько потерь. Если бы все знали, могли бы предсказать ученые. Не так ли? То есть мы можем послушать, но стопроцентно доверять не знаю. Это нереально. Друзья мои, вот мы сейчас можем сидим, пьем чай. Выпили уже чай и решили, что мы никуда не едем. Он как-то успокоился. Увидел другую информацию. И что, все, что было в Турции, выплехнулось. Все будет спокойно. Я обрадовалась. Мы дома с малышем. Как можно променять вот такой балкон на чужой дом, свою квартиру? Все хорошо, друзья мои. Не паникуем. Уверены в себе, в своих силах, в своих домах. Ведь дом наша крепость. Я так хочу погулять. Не знаю, получится или нет. Но остаемся дома. Я все-таки решила пойти погулять, почитать книгу возле моря. Что-то сегодня мне хочется возле моря. Хотя все нормально, никаких предчувствий нет. Просто вот так вот, как есть, дома находилась. Пойду. Вообще одежда не нужна лишняя. Что есть, то я и ношу. Волосы дыбом стоят на нем. Сегодня иду на зубы с девчонками. Два часа погуляю. Посмотрю, если Ашка пойдет со мной. Два часа погуляю. И потом на зубу почитать хочу. Что-то погода испортилась. Мне это не нравится. Когда погода испортится, настроение какое-то не такое. Какое спокойное море и туман появился у нас. Такая теплая погода, приятная. Хочу почитать книгу, дома никак не соберусь с мыслями. Но здесь все-таки спокойно. Уже и ночами сплю спокойно. Хоть высыпаюсь, не болит спина, ничего. Все-таки спать на одном месте. Вообще мы все крутим, блогеры, одну и ту же тему. Уже и вам стало противно от наших, наверное, видео. Но мы показываем, как можно жить, не падать духом в такой ситуации. Непредвиденной, непредсказуемой. Что, о чем мы думаем, то мы и притягиваем, да? Поэтому давайте, как бы нам не было хреново, думать о хорошем. Такие мои друзья. У меня дела. Надо устраивать себе праздник, как говорит транссерфинг реальности. Каждый день. Не ждать там, допустим, какое-то событие, дня рождения, чтобы надеть какое-то красивое платье, накрасить помаду, чтобы приготовить красивый ужин, такой вкусный, приятный для любимых людей. Нужно устраивать праздники каждый день. Чем больше будет праздника у нас, тем будет лучше продолжаться. Такая же будет у нас и жизнь праздничная. И каждый негатив принимать как что-то положительное для себя. Какой-то урок. Сегодня мне звонила моя подруга из Стамбула. Она тоже в панике. Тоже в панике спросила, как я. Давно мы с ней не созванивались. И она намеривается уезжать на три месяца в Батуми, так как паника по Стамбулу, что будет что-то нехорошее. И вот на три месяца уезжает в Батуми с мужем. Хотя живет она на первом этаже, но ее район был построен после землетрясения. Вроде бы дом крепкий. Но жить в постоянном стрессе, чего-то ждать, да, это очень сложно. Но у нее есть машина у мужа. И они поедут на машине в Батуми. Вот такие, друзья мои, события происходят, да. У меня тоже была какая-то вчера паника из-за паники моего мужа. А потом я сказала, хватит, стоп, стопэ. Ну что, надо жить, дальше продолжать. Чего бояться-то? Я сегодня хотела выйти, потому что вот прям так хотелось выйти мне. Такая погода была шикарная. И у меня были планы почитать. Дома я сказала, что я не могу. Отвлекаюсь на все мелочи. А сейчас я отключу телефон свой и буду читать. Всем удачного и приятного вечера, мои дорогие. Друзья мои, Светлана пошла на зумбу, поцеловала девчонок и вернулась. Зумбы не будет в марте месяце. Сказали, что из-за землетрясения, видно, запретили. Был такой закон издали, что собрание там, какие-то скопления людей запрещено. И решили март, с апреля, наверное. Так что вот так вот весело. Зато я проехалась на автобусе, на маршрутке, на автобусе. И прекрасное настроение. Иду домой. Кстати, Ашкем мой так не хотел, не охота была оставлять его. Он тоже не пошел гулять. Его друг пошел по другим делам. И вот, все не случайно. Даже я ужин не приготовила. Он сказал, потом придешь и приготовишь. Буду жарить печень. Будем кушать Антони. Ну вот, я пришла домой. Сейчас сделаю ему такой сюрприз. Все, что идет, идет к лучшему. Спасибо.